Сказка, в которой Кощей не злой, а напротив, добрый персонаж. И не такое возможно в доме музея Яна Райниса. Каждый месяц здесь проходит новая театрализованная развлекательная игровая программа. Нынче, к примеру, юные посетители отправились вместе с Кикиморой искать Кощеев сундук с сокровищами. Прямо! Прямо! Перешаги! Налево! Налево! Каждая новая игра вызывает у ребят неподдельный восторг. А шутка – взрыв хохота. Артистизма сотрудникам музея не занимать. Они так часто меняют роли, что готовы с легкостью импровизировать, удивлять и шутить. Ты Кощей или нет? Такой выход, не как Кощей. Учись как-то находить. У нас нет такого человека, который бы писал сценарий. Вот кому придет какая-то идея в голову, тот и пишет. Ребята очень активно играют, принимают участие во всех играх. Очень нравятся, наверное, музыкальные, танцевальные. То есть никто не стесняется, все выходят. Кого больше нравится играть? Положительных или отрицательных персонажей? Ну, в основном я играла, наверное, положительных персонажей. Но мне нравится и то, и то. Хотя, может быть, немножко все-таки больше отрицательные нравятся. Почему именно они? Ну, они могут себе позволить какие-то шалости. Для каждой такой программы игры должны быть свои. Но фантазия организаторов неистыщима. Даже с учетом крайне ограниченного пространства им всегда есть, чем увлечь ребят. Мне очень понравились, особенно танцы. Мне сегодня понравился «Кошей бессмертный». Почему именно он? Потому что он так смешно говорил. А как ты вообще относишься к сказкам? Ну, это положительные. Я их очень люблю, особенно журналы. Мне поседа. Новая игровая программа будет посвящена Новому году. Поучаствовать в ней маленькие сломожане смогут уже, начиная с середины декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова